Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное наше занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии, Фонда содействия и обучения рабочих. Тема нашего занятия в соответствии с учебным планом – это третья книга наук и логики «Понятие». Одновременно это и второй том наук и логики. А первый том, как известно, составляет адъективная логика – учение о бытии и учение о сущности. То есть мы завершили рассмотрение, независимо от того, в какой степени кто завершил, завершили рассмотрение, чтобы нам видеть картину в целом, учение о бытии и учение о сущности, и находились при этом, и находимся где? В бытии. Правильно? Поэтому если следовать ленинскому указанию и ленинскому совету, материалистически истолковывать науку логики, то мы, собственно говоря, рассмотрели вопрос о материи, которая берется как целая, и материя, которая берется с углублением в эту материю. Потому что углубление в эту материю дает нам понимание не только бытия, но и существование, которое тоже бытие, но уже с определенными условиями и с основанием. Это дальнейшее углубление в материю, в бытие, дает нам возможность увидеть различия между законом и явлением. А закон – это что такое? Кто сейчас скажет? Мы уже прошли. Норму права. Это вы мимо прошли. Закон – это спокойное явление. Мы изучаем законы природы и общества. Это не то же самое, что законы правовые. Вот. Дальше. Мы искали на поверхности явлений, на поверхности бытия, то, что имеет известную глубину, то, что соответствует сущности, и в то же время выступает и присутствует и на поверхности. И это что? Эта категория выражает действительности. Но действительность не означает, что нет никакой глубины. Просто все равно. Есть то, что в глубине – это инстанция, а то, что на поверхности, в той или иной мере случайной аксиденции. И тем не менее, вот это вот случайное выражает в том числе и то, что случайно, и то, что не случайно, все равно выражает глубинную суть явлений. И вот теперь, пометой о том, что мы перешли теперь к второму тому науки и логики, который называется субъективная логика. Надо сказать, что вот такое деление, которое есть вот в этом издании, которое у вас на руках и у меня сейчас на руках, такое деление науки и логики предусматривалось самим Гегелем, и его придерживались товарищи, которые впервые в 1937-1939 годах по решению под редакцией Института философии Академии наук СССР осуществили издание собрания сочинений Гегеля. Вот там издано именно так. Шестой том – это учение о бытии и учение о сущности, и седьмой том – это учение о понятии. Все последующие издания, вот вплоть до этого, они были разнообразными. Или просто три книжечки. Учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии. Как будто несущественно, что вот это объективная логика, а вот это субъективная. Это деление принципиальное и важное. Мы не будем путать то, что есть в объективной жизни, то есть, что есть у нас в голове. Тем более Гегель-идеалисты, а мы хотим материалистически истолковывать, мы желательно бы об этом не забывать. Это раз. Либо в одной книге, как у меня дома такая есть красная книга издательства «Мысль». Вот. У Алексея Сергеевича мы знаем, что есть такая книга. Красивая красная книга. Ее удобно читать в том смысле, что большой шрифт, бумага такая легкая. Удобно-то удобно, но это деление там не просматривается. То есть, это как бы соединение в одно, объективного и субъективного. Ну, можно сказать, что там, если внимательно усмотреться, приглядеться, можно найти. Или черное такое издание, толстое, менее толстое, чем это красное, потому что более тонкая бумага взята, это издание Ленинградского отделения издательства «Наука». Это великое дело сделало издательство «Наука». На сегодняшний день оно усилиями тех, кто громит Академию наук, уничтожено два года назад. Если вы придете на Менделеевскую линию, дом 5, от Нивы только сделаете шаг, повернете направо, там еще написано. Издательство «Наука», Ленинградское отделение, нет этого издательства, нет магазина «Академикнига», где, собственно говоря, мы тогда покупали науку логики, изучали до этого издания. Но и тем не менее, вот в этом издании как-то так получилось, что вначале говорится, что есть два тома, но хотя они и собраны в один. Когда доходишь до окончания первого тома, не написано, что том второй. Как-то вот как будто это несущественно. Так существенно или несущественно деление на объективную логику и на субъективную логику? Существенно или несущественно? Мы хотим замаскировать этот переход, или мы хотим его как раз, наоборот, высветить? Ну и как вы понимаете, мы как материалисты можем ответить на вопрос о том, как совершается переход от объективного мира через какие-то, так сказать, переходные ступени, как он совершается к субъективной логике. Раз появляется понятие, откуда оно выскакивает? Понятие имеется то, которое в голове или то, которое где? Которое в природе. Но если вы откроете эту книгу «Субъективная логика», то получается, что понятие, что начинается всё с какой логики? Субъективной или субъективной? А что, с субъективной логикой всё начинается? С точки зрения материалистов? А субъективной логикой? То есть вот когда мы задаёмся вопросом о том, а где вот встречается противоречие между материалистической позицией философии и Гегелем, который, между прочим, очень много сделал для развития философии вообще, и в том числе для развития диалектики, без которой нельзя и понять капитал Маркса, и не стать настоящим марксистом. Но различие-то есть между идеалистами и материалистами. Оно же должно было где-то проявиться. Вот мы целую книгу разбирали, первую, потом вторую книгу разбирали, и весь первый том, объективная логика, там никаких расхождений нет. Достаточно считать, что бытие – это и есть материя, и всё дальше идёт, всё хорошо. Кроме примечаний. В примечании вы можете прочитать про Бога, про доказательство бытия Божия, в том числе и анти, можно сказать, божественные выступления. Например, Гегель критикует в учении о бытии определение Бога как совокупности всех реальностей. Но мы с вами изучали, что реальность есть отрицание. Тогда получается, что Бог одновременно является совокупностью всех отрицаний. Гегель на этом остановился и дальше не стал логику проводить. А если совокупность всех отрицаний – это кто? Ну, кто является в религии совокупностью всех отрицаний? Редист. Дьявол. И что получается? Если вы возьмёте такое определение Бога как совокупность всех отрицаний, всех реальностей, то поскольку в каждой реальности есть отрицание, то тогда он и совокупность всех отрицаний. Поэтому, значит, кое-где Гегель выступает вот с такой критикой, но с критикой такого, очень аккуратной. Всё-таки он был ректором Берлинского университета, профессором, ну и, так сказать, интересован был в распространении этой книги, а не в том, чтобы сейчас наложили, значит, крест, запрет, сожгли и так далее. Но тот, кто внимательно читает книгу, аккуратно, ну он может видеть, так сказать, его позицию. Но он всё-таки объективный идеалист, правильно? То он враг, можно сказать, субъективного идеализма. Но если он объективный идеалист, то он стоит на какой позиции? Что первичная идея, а материя вторичная. И как же так получается, что он добрался до вот этого вот тома, который я держу в руках, второго, и как-то различий там особенных и нет. Но различия начинаются вот здесь. А вот этот том второй субъективной логики начинается не с того, на чём мы остановились, а мы остановились на том, что было бытие без углубления в него. И, наконец, снятое бытие – это было количество. И снова снятие этого. Снятие. И вот это то бытие, которое является снятием бытия, это уже не бытие, а сущность. Это отрицательная категория. Сущность. А когда сущность снимает себя, мы снова приходим к бытию. Но какому? Такому, через который просвечивает сущность. Бытие, через которое просвечивает сущность – это категория объективности или субъективности? Бытие, через которое просвечивает сущность. Но я думаю, ответ тут совершенно понятен. Это категория объективности. Тем не менее, Гегель ставит здесь субъективность и начинает субъективность. Поскольку логика его, как представителя объективного идеализма, она здесь себя проявила. Хотя, долго он на этой позиции не мог удержаться, поскольку он человек широко образованный и прекрасно понимает, что эти понятия они рождаются в головах, а головы рождаются у людей, а люди создаются долгим развитием природы и затем общества, и поэтому вдруг кончается эта объективность. И уже второй отдел, субъективность кончается, и второй отдел называется объективность. Второй отдел. И там мы видим, что механизм, потом химизм, потом есть телеология, а есть жизнь в третьем отделе. Наверное, после химизма уже и жизнь появляется, правильно, как способ существования белковых тел, хотя этого еще не было известно, и данных научных не было, чтобы это сделать, но уже есть. А после того, как вот рассматривается вопрос о живом индивидууме, о процессе жизни, о роде, ну тогда уже можно говорить, вот поставить третью главу телеология. Телеология – это что такое? Теле, обучение о цели. Объективная цель, средство, выполненная цель. Тот, кто это успел прочитать, а тут такие есть. Не будем показывать пальцами. Тот успел прочитать, кто, наверное, знает, что там, где речь идет о средстве, Гегель дошел до того, что средство производства выше, чем те предметы, которые с помощью этих средств производства добывают. Он говорит, что плуг, как средство, выше того зерна, который с помощью него достигает. Почему? Потому что, имея плуг, много получить много зерна. А имея зерно, можно получить столько, сколько родится, когда вы это зерно бросите снова в поле, и все. То есть он даже дошел до, по существу, а телеология – это, ну, пока вот в таком идеалистическом виде, это теория, так сказать, трудового процесса. Потому что, что такое труд? Что такое труд, кто-нибудь скажет? Целесообразная деятельность. Целесообразная, достаточно. Правильно? Целесообразная. Какая? Ну, по присвоению материальных благ. Это процесс, который совершается между человеком и природой, в ходе которого человек преобразует вещество природы для удовлетворения своих потребностей. А слово средство – это от слова средний член. Средний между человеком и природой стоит какой-то элемент природы, машина, тоже какая-то природа. Какая природа – машина? Степан Степанович, вот на вас хочу напасть, вы все уже знаете. Какая природа – средство производства? Человечная. Вот. Учитесь. А человечная природа. Вот а стол – это тоже ведь природа? А человечная. А камера, с помощью которой снимается лекция – это природа же? Природа. Это же не люди. Или кто-то думает, что искусственный интеллект – это действительно интеллект? Это же костыль? Хотите, чтобы у вас вместо, как бывает, деревянная нога или рука, была бы деревянная голова? Не хотите. То есть это совсем другое. Вам естественную голову, интеллект, естественный или искусственный? Но, тем не менее, вы видите, иногда перекашиваются эти понятия, даже, так сказать, в широком обиходе неправильное употребление идет. То есть, смотрите, как все у Гегеля здесь есть, в этом томе, но не так поставлено. А как правильно поставить? Ну, правильно поставить будет так. Раз Гегель дошел до снятия сущности и вернулся снова к бытию, но к такому, через который просвечивает сущность, это и есть, собственно, объективность. Поэтому можно прямо начинать вот со второго отдела – объективность. И это будет вам изучать легко и понятно, потому что это раздел без каких-то заумных категорий, сложных, непонятных формулировок. Здесь все понятно. Механическое движение – это очень важная причем категория. Вот механизм. Бывает механизм с головой? Не видели какие-нибудь механизмы с головой? Не бывает механизмов. Тем не менее, говорят, нам надо найти механизм решения вот этой задачи. То есть, уже с самого начала люди ищут что-то безголовое для решения какого-то важного общественного вопроса. Если вы хотите искать именно безголовый какой-нибудь ответ, то вы его и получите, и очень быстро. И потом начинает все разваливаться. Потому что вот если вы возьмете социалистическую экономику, то управление осуществлялось системой государственного, планового, централизованного управления. А слово государственное не содержит в себе? Государственное – сила принуждения. Чего вы нас удваиваете? Это вам сказано государственное. Все. Государственного, планового. Если план государственный, значит, не будете его выполнять, что? Ответственность. Централизованного. Централизованного или центрального? Вот есть такая буржуазная концепция. Центрально управляемое хозяйство. Что якобы при социализме все из одного центра управлялось. Это ерунда. Централизованное – это значит, что центр решает за какие-то крупнейшие вещи, более мелкие уже в министерствах, еще более мелкие соответствующими подразделениями в городах и областях. И, наконец, там местные советы, в том числе районные, решают то, что нужно на основном уровне. То есть из центра идет такая система разукрупнения и детализации. Например, правительство утверждало тысячу всего элементов номенклатуры. Всего тысяча. То есть никто там не писал чашки, ложки, стаканы, кружки, посуда, отпустили, все. Или тканей. Никаких там в клеточку, в горошек, с цветочками не было на уровне правительства. Произвести тканей. Вот столько. А вы там решайте. Если вы не сделаете разноцветную расцветку, вас никто не будет брать, и вас же и накажут. Директивно. Потому что сами своей головой не думайте, думайте, что вам все мысли из центра придут. Централизованное не значит, что все в центре решается. Это значит, что оттуда импульс идет из центра. И такой по-крупному план. Но план есть, и он директивный. Так вот механизм, очень важно это понять. Потому что это слишком широко. Какой бы вопрос ни возьми, всегда советчики говорят, надо сделать механизм. Что у вас плохо там? У вас не хватает масла? Надо сделать механизм увеличения производства масла. У вас чего нет яблок? Надо сделать механизм, который позволит увеличить производство выращивания яблок. Что вам не хватает? Груш? Сделаем грушевый механизм. Вам что, книжки надо? Надо сделать механизм, который позволит расширить производство книг. И так далее. И так можно договориться по всем вопросам, что сейчас и происходит. Вот как всегда бывает, берут самые пустые, пустяковые категории. Вот если брать человека как механизм, на что он будет похож? Как вы думаете? Животные. А? Животные. Да ладно. Нет, нет. Куклы. Куклы. Да ладно, это вы очень богато так изображаете. Куклы, куклы. Ну то, что Давинчи делал. Который сам шаловался. Нет, он уже вперед продвинулся по сравнению с механизмом. Скелет видели? Ну представьте, скелет. Вот это все, вот все это двигается же. Стоит, толкнуть его, вот так стоять. Вот тот, кто изображает человека как механизм, изображает его как скелет. А тот, кто общество изображает как механизм, он берет скелет общества, мертвое общество. И эту мертвичинность забиты наши книжки, учебники и так далее. То есть люди говорят, вот у вас тут непонятно, ваша логика диалектическая так сложная, а у нас тут раз и механизм. Да, конечно, у вас все мертвое. Все мертвое у вас. Мертвичина. После ввода войск в Чехословакию кто-то наверху додумался. Насмотрелся, что в Чехословакии уже с помощью этого механизма уничтожают социалистическую экономику. И вдруг на 24 съезде снова вместо хозяйственного механизма, как было на 23, вдруг появляется государственное, плановое, централизованное управление. Ну, а показатели-то все остались стоимостными. То есть номенклатура, они директивные показатели, не планируется. Производительность труда не планируется. Так, и себестоимость, снижение ее тоже не планируется. То есть все делается механически. А механически остаются три показателя фонда образующих, которые с 1965 года у нас и стояли. Какие? Объем реализации. Чем дороже, тем лучше. Правильно? Вот за это премию получите. Чем выше цена того, что вы произвели, тем больше получите денег. Поэтому стимул идет к повышению цен. Второе. Объем прибыли. Чем больше прибыль, тем лучше. Кому? Ну, заводу этого, заработников этого завода. Они получат от прибыли премию. А народу? Ну, народу, естественно, хуже. Еще какой показатель третий. А прибыль, отнесенная к производственным фондам. Ну, вот это будет уже норма рентабельности. Это тоже фондобразующий показатель. Поэтому, хотя и нарисовали старую формулировку такую, правильную, но она уже не работает, потому что никто не управляет уже этой экономикой. Она пошла в распыл. И постепенно она разложилась. И уничтожено плановое управление. И нет сейчас даже планового управления в рамках государственно-капиталистического сектора. Вот у нас сейчас экономика в России какая? У нас есть, ну, капиталистическая в целом. Но у нас есть государственный сектор, а в государственном секторе есть государственные предприятия. Устроены они таким образом, как отдельные предприятия, в которых больше 50% акционерного общества в руках государства, а остальное у самых разных товарищей, в том числе у наших партнеров, как сейчас говорят. С которыми не надо лишнее им говорить, тем более они везде в советах сидят, директоров, в том числе и на предприятиях, которые выпускают то, что им нужно для нуждобороны. И вот в этом секторе, который выпускают по разным оценкам от 50 до 70% ВВП в государственном секторе, значит, ситуация такая, что она характеризуется таким понятием, как госкапитализм. То есть отдельные частные предприятия, а единой монополии нет. Монополии – это полномерное же производство. Когда всё идёт по плану. Тогда и прибыль больше, и другие производственные результаты больше, и даже богатство больше тех, кто этой монополией, скажем, была ей. Ну нет, вот мы просто, так сказать, разберём и будем получать зарплату себе, вписывать по 30 миллионов, как в Роснефти там, или как по 24 миллионов в Сбербанке, куда старушки деньги относят, в месяц членам наблюдательного совета. Это что такое? Ну 50 тысяч сейчас зарплата из этой суммы, остальное – это же прибавочная стоимость. И так далее. А дальше частные предприятия, естественно-хозяйственные, промышленные, и отдельно капиталисты плавают там, в том числе миллиардеры. Но их не сладкая жизнь. Они плавают, но они если переплывают через границу, там их расы арестовывают, или арестовывают у них их капитал. И говорят, мы у вас его не отбираем, мы вам его отдадим, как только вы докажете законность его происхождения. А как они докажут, если у нас была объявлена государством амнистия капиталов? А что такое амнистия? Вот вы говорили про их… Преступное. Нет. Преступный капитал. Нет. Ну это правильно, что преступный. Но амнистия означает освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, что вы преступник, остается, только вас не наказывает государство. Вся разница. Вот когда преступник его наказывает, все хорошо. А это вот преступление можно совершать, а наказывать не надо. И сколько у нас таких? А полно. Освобождены от наказания по нереабилитирующим обстоятельствам. И зовут еще, давайте сюда, приезжайте сюда, мы вас не будем трогать. Вы воруйте, а потом приезжайте сюда уже с деньгами. И, так сказать, мы вас не тронем. Поэтому это вот непростой разговор о механизме. Это очень важное понятие, и оно везде употребляется, и везде оно заменяет целесообразную человеческую деятельность. Везде оно заменяет сознательное, полномерное решение каких-то проблем. Это вроде как вот проекты, это даже под механизм не проходит. Если проекты, вдобавок, был бы проект чего-нибудь, а вот проект, когда остается проектом, то какая цель проекта? И стратить деньги. За что правительство, новое наказывает тех, кто осуществлял какие-то проекты. Вот если вы какие-то деньги не истратили, которые выделили, ну, держитесь, товарищ Назаров. Мимо нас это не пролетит. Как вам не отвертеться от наказания? Так что вы не истратили данные вам государством деньги. Нет такого, что вот вы должны были сделать вот это, вот это, и вот это, и не сделали. Вам за это наказали. Нет, не за это. За то, что вы денег не истратили. И поэтому проекты, они так и остаются. Это раньше дураки думали, что это есть проект чего-нибудь, и тогда есть результат. Это уже не проект, а осуществленная цель. Осуществленная цель, как тут у Гегеля говорится, осуществленный проект. Нет, они проектами остаются. Как было, представляете, вы сейчас, так сказать, вам дали деньги на проект дома. И так и остался проект дома. А жить вам негде. Что, в проекты будете жить? А деньги истрачены. Или наоборот, еще не истратили, но требует, чтобы истратили. А то, что достроили дом, это никто не требует. Ладно, чтобы истратены были деньги. Так, ну, это важно, это изучить. Я думаю, что не будет больших проблем для наших товарищей начать изучение вот этого дома с механизма. Потом идет химизм. Так, формула соли обычной, пищевой. Натрий хлор. Так. Натрий – это что? Натрий – что такое? А что? А? Вещь. Не совсем, не любая вещь натрий. А? Химический. Ну, кто-нибудь скажет, какой натрий? Металл. Металл, вот. Какой металл? Который легко режется ножом, хранится обычно в керосине, в баночке и так далее. На воздухе может само возгореться. Если бросить в воду, будет такой шар, который может стать красным и взорваться, а может просто превратиться в натрий-ОАЖ. Реакция идет, соединение. Хлор – это что? А? Газ. Какой? Газ какой? Полезный? Нет. Ну, к ядовитым веществам относится? К ядовитым, да? Вот, если это ядовитый газ, хлор, соединить с этим вот металлом, который самовоспламеняется на воздухе, с натрием, что будет? Посолите мне, пожалуйста, еще. То есть, вот, что такое кинет. То есть, после соединения атомов различных веществ дает вещества совсем другими свойствами. И вот химизм, как бы, вам уже дает направление, что вот дальнейшее развитие материи, хотя это написано все-таки у идеалиста, правда, не с самого начала, но не важно, не будем придираться. Значит, направление дает такое, что дальше идет развитие, развитие. Но у него это написано объективность, чем это хуже, чем материя. Объективная это же объективность, это и есть материя. Ну так ведь, объективная, то что объективный мир меняется, химизм. Потом идет, вот у него рановато идет телеология, субъективная цель, средства, выполнение, кто это может, какая может субъективная цель от химизма, никак не может быть, правильно? Никак. У соли нету, у других химических веществ, даже самых сложных, целей тоже нету. Значит, надо еще, вот еще у него там следующий раздел, третий, заехала глава, жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. Вот все в порядке, значит, что такое жизнь? Что такое жизнь? Скажите. Сейчас вы скажете, да разве это жизнь? Вы знаете, что такое жизнь? Не знаете. Я знаю, как помирать, а вот как жить, не знаю. А вы тоже не скажете, что такое жизнь? А? Как бы у своей понятии. То есть, у вас это вот такое, такой крайний субъективизм, у каждого свое. Мы не истину здесь выясняем, в Красном университете, а зафиксируем, что у каждого свое понимание жизни. У каждого свое понимание вреда, у каждого свое понимание пользы. Поэтому я сейчас возьму, что-нибудь тяжелое кому-то раз по голове, потому что у меня такое понимание пользы. А есть какое-то, так сказать, в этом деле, понятие истины? Есть у вас понятие истины? Нет такого понятия? Что кроме своих вот мнений и всякого, у каждого свое. Сухой остаток? Не остаток нам нужен сухой, нам нужна истина. Что вы так истину довели до сухого остатка. Это все равно, что чай заваривали прямо в чашку, а потом все выпили, а к утру и вообще все высохло, а потом это высыпали на тарелку. Вот это сухое остаток, говорит, вот это чай. Ну, это правильно. Это же правильно, это чай ведь. А вот у вас напиток был чай, это чай непосредственно. Жизнь – это форма материи, основанная на клеточном настроении. На каком? На клеточном. А что, в клеточном? Это в тюрьма, что ли? Там все на клеточном строении, какая форма материи. Американскую тюрьму, если посмотреть, там клетки, 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 клетки. А Энгельса, вы, я понял, не читали, где он говорил, что жизнь – это способ существования белковых тел. Не любые же клетки, да клетки разные бывают. Но есть клетки и клетки, есть не развитые, есть развитые. А белковые тела чем отличаются? Что они сами регулируют обмен веществ между вот этим химическим соединением, органическим и внешней средой? Вот это уже жизнь. Это и бактерии, это и микробы, это уже и растения, и животные, и так далее. Вот это жизнь. И прежде чем вы не рассмотрите жизнь, о понятиях вообще говорить, и о целях тоже нельзя. Почему? Потому что что отличает животных от растений? Даже не отличает животных наличие цели. Потому что у животных инстинкты. А цели можно говорить тогда, когда речь идет о человеке. Правильно? Что такое человек? Кто скажет? Вот вы сказали у каждого свое мнение, давайте, у вас, давайте ваше. Наша пока подождет. Запутаюсь в определениях, чтобы сказать, что такое человек. Нет, извините, вы только что сказали, что у вас свое, и я думаю, хорошее, а у нас плохое. Человек по антропологии, человек живое существо, или человек как понятие с большой буквы. Отходят разные трактовки, и десятки. Ну, есть еще одно определение. Человек – это такое понятие, которое вы не можете сформулировать. Это тоже одно из понятий, одно из формулировок. Но это в порядке шутки, конечно. У нас для того занятие и проводится, чтобы мы получили и вышли из состояния, когда мы не можем сформулировать, и перешли в состояние, когда мы можем. А Гегель все время говорил, и вот это вы зря не усвоили, это надо усвоить, что не сводите никогда знания до мнения. Это неизведение знания до мнения недопустимо. Вот у меня мнение, например, такое, что до Луны пять километров, но я еще туда не ходил. Вот если вы будете со мной спорить по поводу мнения, это глупо. Но мнение у меня. А вы знаете, сколько до Луны до меня не интересует знание, а мнение у меня есть свое, и я на нем буду стоять пять километров. Не пойду. Это особое ваше мнение. Это ваше особое мнение, простое, пять километров должны, без всяких там особенностей. Так, ну вот смотрите, что получается. Вот если мы вот сюда за химизмом поставим жизнь, то есть Гегель уже все кирпичи поставил, но переходы между кирпичами диктуются его идеалистической позиции. Раз она идеалистическая, сказал субъективная логика, значит должна быть субъективная сначала. А когда вы до конца вот читаете вот это субъективное, вот и вы найдете самый конец умозаключения необходимости, и там прямо из понятия получается вещь. Не что-нибудь, а вещь. Это вот, конечно, вот это уже идеализм в самом таком, но он там скромно так стоит, незаметно, Гегеле, наверное, было не очень тут приятно это так давать понять, но он на что делает, то как-то надо к объективности переходить, и он перешел через вещь. Хотя мы с вами у того же Гегеля нашли переход от объективного к субъективности через что? Через движение материи от неживого вещества до человека. Определение человека. Давайте, пожалуйста. Высочайшее проявление жизни. А? Высочайшее проявление жизни если вот так следует дальше. Живот в ней. Ну это ради определения, это такой красивый такой, красиво сказали. После обеда общественного живота. Что такое человек? Что такое у нас происходит? Степан Степанович, страшное дело, не могут отварить ответить на вопрос о том, что такое человек. Не могли бы подсказать? Они просто надо прекрасно только стеснялись. Животное, воле сабер, с общественной. Так. Это все? Разумный. И говорящий. Так. Так. Общественный, разумный, говорящий. Все? Трудящий. Вот трудящий. Вот вам трудящийся тяжело было сформулировать, я чувствую. А в каком порядке надо их поставить? Вот в порядке надо в таком поставить, чтобы было легко и запоминать. Во-первых, это, конечно, общественные. Прежде всего. Потому что общественными животными бывают еще и другие. Такие, как, например, пчелы, муравьи. Это общественные животные. Животные, это не растения, а муравьи. Раз. Во-вторых, во-вторых, это животное трудящийся. Во-вторых, трудящийся. Потому что, если оно не трудящийся, то все. Уже это не человек. Хотя, вот когда уже есть человеческое общество, много трудящихся, которые, на самом деле, по природе не люди, они живут, как короли. А людьми не являются по определению. Трудящиеся, а в труде люди взаимодействуют. Правильно? потому что в труде надо что-то сделать, совместные сооружения, фабрики, заводы, здания и так далее. В труде необходимо взаимодействовать, поэтому говорящие, то есть необходимо общение между людьми, отсюда, на этой почве возникает разговор. Читаем книгу Энгельса «Происхождение семьи». Нет, «Диалектику природы» фрагмента, а роль труда в превращении обезьяны в человека. Маленький фрагмент, коротенький. Вам советую прочитать. Скажите, я вам сам не знаю, но вот Энгельс вот читает вот так. Будет совсем как-то звучать по-другому. И лучше пока никто и не сказал. Говорящие тогда и разумные, потому что если человек не говорящий, он высказать не может. И поэтому никаких понятий не бывает. Если вы человек, я, говорит, все понимаю, сказать только не могу. А что значит сказать не могу? То есть не могу передать. Раз то, что я, как говорю, понимаю, является нечеловеческим. То есть я не могу передать другому человеку. Не может от меня оно и зайти, и перейти. Поэтому все, что есть в сознании и во все проник язык, говорит Гегель. Все выражается словами. И вот то, что здесь вот написано в диалекте, говорит, есть все эти понятия в любом развитом языке. Ну, в какие-то не развитые есть языки совсем, тогда там никаких-то понятий нет. А так, какая разница на немецком, на английском, на русском и так далее, вы будете это дело издавать. Ну вот. Поэтому сразу после жизни живое индивидуум, процесс жизни, род, тогда идет процесс телеологии. Субъективная цель. Человек ставит цели, так, целесообразная деятельность по созданию материальных благ называется как? Что это такое? Целесообразная деятельность по созданию материальных благ? труд. Труд. Ну вот. Труд. У Гегеля стоит тут средство, средство труда. То есть, человек между собой и природой ставит, что? Какой-то элемент природы, который используется не как цель, а как средство для достижения этой цели. А что такое цель? Кто скажет? Труд конечный результат, который следует достичь. Следует. Это где это следует? Потому что он не реализован еще потом. Ну и что это не реализовано? Одни говорят, что он его следует, другие говорят, что его не следует достичь. Как-то такая формировка. Так смещает вопрос того, что такое цель. Цель. Масленное предвосхищение результата? Да, предвосхищение результата какой-либо деятельности. То есть человек занимается какой-то деятельностью, он в самом начале в голове имеет предвосхищение результата. Почему? Как мы называем? Что такое результат? Это развернутое начало. А что такое начало? Не развитый результат. Ну вот, тогда у нас совсем другое дело. Правильно? Вот тогда мы знаем, что такое цель. Поэтому вот этот раздел телеологии, конечно, он сразу после раздела род, то и человека родили, только воспитываете и делаете его трудящимся. Вот раздел телеологии. И после раздела телеологии, где уже есть и субъективная цель, и объективная выполненная цель, вот тогда можно взять и весь первый раздел приступить к изучению первого отдела понятия, обсуждения. Это то, чем отличается человек от животных. Он осознает, выражает в понятиях. и, так сказать, все вот эти вот вопросы вплоть до разделительного умозаключения. А дальше идет идея познания, идея истины, аналитическое, синтетическое познание, дефиниция, подразделение, теорема, идея добра. А в чем отличие, в чем смысл идеи добра? Идея добра и это идея преобразования мира. А в чем идея истины? А это идея отражения мира. Надо не только мир отражать, но его и преобразовывать. А как называется единство идеи истины и идеи добра? То есть теоретической и практической идеи. Как она называется? Абсолютная идея. Ну, красиво же получается. То есть что вам предлагается как слушателям Красного университета? Руководствуясь материалистическим мировоззрением, вот с этой точки зрения внимательно посмотреть, в каком бы вы порядке поставили, тут, мне кажется, не мелкие перестановки, не мелкие, потому что не надо там мельтешить и переставлять букву или слова, или звуки, а просто нужно видеть, в каком порядке материалистическое понимание диалектики Гегеля требует поставить соответствующие разделы или главы. Потому что, когда говорят, что мы должны материалистически истолковывать Гегель, это значит, без нужды, там, где вот то изложение, которое дает Гегель, позволяет истолковывать и материалистически, и идеалистически, не надо ничего переделывать и переставлять. Правильно? тем не менее, были там разные работы философские и даже многотомники под названием материалистическая диалектика. Вот издадут такой многотомник, потом и выходит рецензия, что хорошую книгу очень сделали, очень ценную, много ученых участвовало, единственное, что там нету, диалектики. А так всем хороша. И вы сейчас, ведь, не скажете, есть какой-нибудь учебник по диалектике, вот, кроме науки и логики. Мы тут вот с хвами переставляем, а потому, а потому что ничего нет такого какого-то другого учебника по диалектике, который был бы. Правильно? Диалектическая логика. Да название-то можно сколько хочешь сделать. Название диалектическая логика. Ничего нет, это учебник, что ли? Монография. Монография. Ну что, монография. Один человек написал. Графия – это писать, а моно – это один. Я один написал. И что? Что дальше? Так что вот эта задача, которую мы ставим перед слушателями Красного университета, она и почетна, и интересна, и облегчает нам познание. Правильно? Потому что, смотрите, ну, скажем, как говорят, ой, как трудно познавать, понимать. Ну что тут понимать? Ну что, механизм, трудно понять, что такое механизм? Поняли. Что такое химизм? Трудно понимать? Вспомните, что изучали в школе и поймете. В школе вы изучали больше, чем написано в Гегеле про химизм. Жизнь. Ну, вспомните Энгельса, и он вам поможет это немножко достроить, потому что еще не мог Гегель сформулировать. Нельзя требовать у человека всего. Людей оценивать не потому, чего они не сделали. Мы не должны сказать, что вот Гегель такой-сякой, ты нам все не разложил, не сделал и так далее. Он говорит, а что я мог сделать? Я, как идеалист, то, что мог, то и сделал. А другое, больше, чем сделал, как идеалист, не могу. Вот придет, Маркс, пусть делает. В связи с этим вспоминается такой анекдот. Период развитого социализма. Темпы наши вот такие стали, как сейчас. Как раз вот прибыли, вот такие были, где-то около нуля. Ну, и решили, если сейчас говорят, что надо какие-то форумы проводить, а тогда решили, что надо вызвать Маркса. Маркс пришел, посмотрел на паровоз, который наш, вперед лети, не летит, вот этот, еле-еле двигается. Говорит, ну, рельсы туда ведут, коммунизм, поезд на рельсах стоит, а более конкретно это Владимира Ильича. Позвали Владимира Ильича. Ленин шел, посмотрел, поезд на рельсах стоит, рельсы туда ведут, так, это надо машину посмотреть. И, значит, рукава засучил и два часа ковырялся в машине. Ну, весь перепачканный, выходит, как всегда, ручку потирает, говорит, а, батенька, так вы же весь пар в свисток выпускаете. Вот он и не едет к этому. Это вот характеристика развитого социализма. И сейчас у нас свистков вам ничего не напоминает? Свистят, свистят, и это важно, и это важно, и это важно. Ну, планов-то нету никаких, планов нету, монополии нет планов. Ну, нету, это позор, какой позор, социалистический или капиталистический? А зачем? У нас 70% средний класс оказывается. Что? Он сегодня сказал, что 70% у нас среднего класса. Так вы подменяете вопрос. Мы сколько у нас классов знаем без всяких сообщений, которые нам дают. А вот план есть на единую монополию, на государственный сектор? Есть? Нету? А? Можете сказать, у него уже пара не осталось? Чего не осталось? Стабильник. Да вы не подменяете вопрос. Мы сейчас говорим о стране, о жизни, а вы подменяете какого-то, о человеке. вот все это будут обсуждать. Вот это сейчас и суда, что-то, понимаешь? Ну, главное, чисто оттуда идет, поспорить. Да, никогда не думал. Я раньше думал, что основное это экономика. Вы это откуда взяли, что все надо вот оттуда? Оттуда? Так это надо выше брать надо Бога записать в Конституцию. Оттуда же и все идет. С Божьей помощью, глядишь, и полномерность появится. Тогда. А? Извините, пожалуйста, довольно трудно все планировать, потому что коммунтура... Не рассказывайте, нет, вы не найдете в мире ни одной монополии, в которой вы не было планировали, ни одной, не найдете, кроме нашей. Что? Оно не гибкое, оно отсутствует. Я придумал, надо помимо Божьей помощи еще прописать такую-то мать и Кузькину мать, и тогда все появится. Нет, мать появится, но не будет ребенка. Даже две матери вы нашли. Это недостаточно. Какая-то семья у вас тоже есть. Ну, это европейская, да. Так. Ну вот. То есть, в чем задача наших товарищей? Она более сложная. Вы попали вот в такое место, в такой момент в Красный Университет, когда мы вот эту задачу впервые сформулируем. Так мы говорим, читайте, изучайте, все равно не дойдете. до этого. А сейчас уже мы, во-первых, дошли с вами. Во-вторых, не просто я вам текущую такую лекцию с обзором прочитал, а рассказал о том, как с точки зрения материализма правильно построить вот эти темы, содержание которых вполне добротное у Гегеля, но для своего времени. Понятно, что по химизму, наверное, есть и современные материалы, и по механизму там. Там особенно много чего можно наговорить. и по телеологии тоже можно наговорить, и про жизнь, а вот дойти до абсолютной идеи и сейчас не так-то просто. Некоторые никогда этого не доходят. одни все время рассказывают что есть. Давайте я вам расскажу, какая у нас в России жизнь. Вы никогда отсюда не уйдете. Никогда уже. Или только когда я умру. А я долго могу говорить. У меня опыт есть, тренировка. Еще неизвестно, кто раньше умрет. Точно, когда человек в действии, он еще поддерживает себя, а другие, которые слушают, уже быстро расскажут. Этим занимаются все, рассказывают. Это плохо, то плохо, то плохо, то плохо. Тот сказал, этот сказал, этот выступил, это написал, послал. Это разве... Тут есть какая-то цель? Нет. Телеология есть тут? Нет. Ну, цель, она же чем? Вот уже товарищ, правильно же сказал? Да? Это предвосхищение какого-то результата. Вы хотите какой-то результат получить? Если вы хотите какой-то результат получить, так вы должны наметить шаги к нему. Это шаги будут государство у нас. Обладает такой мощью колоссальной. И даже в том числе и физической. Если что, вы не туда пойдете, получите, а куда надо идти? А вот куда никак не могут сформулировать. Ну, как так может быть? Ну, как так вот? Государство не имеет даже никакой своей программы. Вы очень правильно сказали, вот подмена целей, то есть деньги никогда не будут целью, да? А у них цель это для них? Почему не будут? У некоторых как раз они целью есть. Просто это средство для достижения? Да, по идее это средство, конечно, да. Да. У них именно это цель, да? Да. У психологов переход мотива на цель произносит. Да. вот. И, скажем, вот эта идея добра, идея преобразования мира, это прямо то, что непосредственно выражается в программах и планах. Есть программа развития России? Нету. Есть программа? Ну, сколько лет? Ну, программа должна быть. Вот человек сколько живет у нас? Ну, пусть 70 лет, да? Ну, на 70 лет не могут составить программу. ну, составьте на 10. На 10 лет. Да, за 10 лет много ли? Ну, за 10 лет, по крайней мере, надо один раз заменить всю технику, правильно? Вот, хотя бы на 10 лет поставить, чтобы за это время, в начале 10 лет, вот, была техника новая, новейшая, к концу она старая, за это время подготовить смену и полностью заменять, или по частям ее заменять, чтобы за 10 лет поменять технику. И тогда привезли старую технику заменить на новую, темпы роста повысятся или не повысятся? Как вы думаете? Ну, как вы думаете, средства производства, средства, вот цели средства повысятся? Как нам повысить темпы роста? Никак вам не повысить темпы роста, потому что вы ничего не делаете для повышения темпов роста, потому что вы не заменяете, так сказать, тот основной капитал, который есть. Можно сказать просто, вы ничего не делаете, дальше можно... Так нельзя, а что ничего? Нет, Нет, они суетятся очень бурно. А вот в 20-м году единый хозяйственный план Ленинский предусмотрен военнию экономики за 10 лет. Экономику. Значит, Академия наук участвовала в составлении плана ГОЛРО. А сейчас Академия наук сделали клубом ученых, отобрали все институты. А тогда ее претендент говорит, ну можно хотя бы мы хоть что-то нам какое-то дайте. Ладно, говорит, вы можете делать прогнозы. Какой прогноз у страны, если она катится в пропасть? Дайте прогноз. Скатится. Ну скатится, если катится, то скатится, правильно? Ну как катится? Надо же видеть разницу между планами и прогнозами. Вот если человек водитель едет, сейчас вот я сейчас еду вот в тот автомобиль. Это прогноз. А план у него какой? План развернуть влево или вправо? Или тормознуть, правильно? А если у него прогноз, вот я уже на вас еду, а вы на большом самосволе смотрите, как я на своем маленьком, на большой скорости к вам еду. И так вам весело на меня смотреть. Что будет из этой самой моей тележки? Потом я раз и отвернул. Потому что у меня вот какая-то цель появилась. Ну как без цели? Вот мы изучаем, вот телеология, это же уж важно, философы-то поняли. Ну как без этого? Можно без философии вообще чем-то заниматься и чем-то управлять? Это актуально для нашей жизни? Супер. Актуально. Мы, говорит, этого не понимаем. А что вы понимаете, как карманы набить? Так это ясно, все понимают. Ну как вы набьете карманы? Вот если из ваших карманов взять по 1000 рублей, уже я уйду отсюда не с пустыми руками. Вот и все, все дела. Так и делают. А что такое повышение цен, инфляции? Это что такое? Это изъятие заработной платы. А если заработную плату уменьшать, реальное содержание заработной платы падает, значит эти денежки можно же использовать на что-нибудь. Или вот если взять и перевинуть пенсионный возраст, 840 тысяч человека сразу. Красота. И ничего делать не надо. Так что это очень актуальные вещи. И задача, которая перед нашими слушателями стоит, вот науку логика надо читать. Не останавливаясь перед тем, что непонятно. То, что непонятно. Ну как вот учат английский? Как вы думаете, дети учат какой-нибудь язык? Вот дети учат. Они что, понимают русский язык, когда они маленькие? Они что-то такое говорят, пеемели, печут, повторяют. Постепенно все втягивается, втягивается, втягивается. И потом они понимают. То есть останавливаются ли дети, когда они чего-то не понимают. Они как понимают, так пытаются что-то доказать. Но они пытаются что-то доказать, объяснить или потребовать, или дайте ему там, дай, дай или на. И так далее. Так же и здесь. Но каждый, кто изучал язык, если вы переедете в другую страну, что вы там не изучите язык? Исучите. А вам деваться некуда будет? Вот я сколько не изучал английский язык, пока вот не попал в ситуацию, что мне доклад надо было делать в Голландии. На английском языке. Вот я там посидел. Очень понравилось, особенно перевозчику. Ну так, говорит, медленно вы хорошо говорили, и только мы все спокойно переводили. Знали бы они, почему я так медленно говорю. Думаю, прямо так для этих перевозчиков. Я вот еле-еле, так сказать. Потому что медленнее нельзя было. Уже совсем было бы никуда не годилось. А когда, так сказать, в этом нет потребностей, так и нет этого. То есть нужно считать. Нужно считать то, что вы поняли хорошо, а то, что не поняли, тоже хорошо. Но не так уж хорошо. Ну дальше пойдете в ПФ. С первого раза еще... Есть хоть один человек в мире, который науку и логике с первого раза понял? Ну нету таких людей. А те, кто хотят с первого раза, очень важные люди. Это они, так сказать, вроде, это вот не те важные, которые занимаются, а те важные, которые думают, что они с первого раза должны науку и логике изучить. Но это очень важные. Вот так важничать нельзя с такими серьезными произведениями. Ну возьмите вы и другие навыки, там, книгу по математике. Вы что, с первого раза поймете? Нет? А по физике сейчас, со временем? Да это страшнее математики. Там, во-первых, одни формулы. А во-вторых, еще незнакомая математика, которые, так сказать, те люди, которые даже изучали в ВУЗе, это для них тоже, это, он не лез, там уже своя специализация. Или вот, скажем, я вот матфизику сдавал, страшное дело. Потом передавал. Отобрали Чебышевскую стипендию. Там задачи, которые пришли из физики, но уже не физические задачи, а математические. И какой-то логики нет, и все очень тяжело. Так что тяжелые и непонятные вещи существуют для того, чтобы их преодолевать. Ну если, скажем, надо перейти на другую сторону, ну что берут? Берут доски, бревна, берут, делают плод, переплывают, или берут сапоги резиновые, или вообще, так сказать, вплавь покатывать на голову свою одежду. Привязали и плывут на тот берег, а там оденутся уже. Ну как-то надо переплывать. Другого способа нет. То есть все эти отговорки, что мне непонятно, они не принимаются. Вся наука, она вся наука так построена. В науку нет, говорил Маркс, широкой столбовой дороги. И только тот, сумея достичь ее сияющих вершин, кто не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Вы должны понимать, товарищи, слушатели Красного университета, что изучение вот этих предметов в Красном университете – это некоторый толчок к самостоятельной работе по этим всем направлениям. Надо Ленина читать полное собрание сочинений. Вот еще один товарищ мне прислал сообщение за полтора года, прочитал 55 томов Ленина. Так что вот еще один появился. И сейчас заметку моего раз повесили об этом. То, что двигается, тут имеет результаты. И в отношении науки и логики одни прочитали больше, другие меньше. Одни больше поняли, другие меньше. Ну чем больше на эту тему думаешь, когда вы напрягаете свой мозг, свой разум, он развивается. И наоборот. Потому что развитие идет, когда идет выхождение за свой предел. Предел. Что такое предел, кто скажет? Граница. Это не определение предела. Предел. А вот переходят. Ну вот это уже определение предела. Вот предел – это граница, которая переходит. Поэтому если вы считаете, я до предела дошел, это значит, вы его перешли. Что я вам и желаю. Постоянно выходить за свой предел. Ну вот это у нас лекция учебная. Она или учебно-методическая. Она говорит о том, как изучать вот это учение понятия. Одно из самых сложных в науке и логике. Но изучать все равно нужно самостоятельно. Никто, скажем, заменить, скажем, науку и логике просто другим произведением невозможно. Поэтому так не бывает в науке. Поэтому если вы будете, например, думать о том, я спросил насчет учебников. Да и вообще учебники, не по учебникам учат науку. Никогда по учебникам не готовятся. Учат по великим произведениям, которые есть в науке. Вот эти великие произведения изучают. Правильно? Так, у нас по плану перерыв на 10 минут. Перерыва, значит, у нас будут ответы на вопросы. Товарищи, мы продолжаем наше занятие. Значит, сейчас у нас ответы на вопросы. Пожалуйста, какие есть вопросы и по материалу, как мы договаривались, который мы изучаем, и по тому материалу, который мы, может быть, и не изучаем, но по той жизни, которая у нас есть, возникает множество всяких вопросов, и они возникают независимо от того, что мы прошли, а что мы не прошли, а отвечать нам нужно. И, так сказать, мы в любом случае находимся, как слушатели, пропагандисты и преподаватели Красного университета, в положении тех людей, которые должны людям объяснять, что и как, и где происходит. Пожалуйста, какие есть вопросы? Пожалуйста. Дорогой Михаил Васильевич, у меня вопрос следующего свойства. Во второй части науки логики у Гигеля есть понятие разного, различного противоположностей и противоречия, что очень важно. Но у него нет понятия борьбы. Почему он опустил эту категорию? Ведь он претендует все-таки название лучшего, может быть, даже, диалектика. А ведь без понятия борьбы диалектика состояться не может. У него отсутствует понятие борьбы в науке логики. А противоположности есть? Противоположности и противоречия даже есть. Противоречия есть? Есть. А что такое противоречия? Это обостренное отношение между противоположностями. Что это такое обостренное отношение? Непонятно. Это вы и так игнорируете понятие борьбы. Я так понимаю. Потому что противоположности могут находиться в спокойном состоянии, а могут... Противоположности, дорогой товарищ, не могут находиться в спокойном состоянии. Они находятся только в состоянии борьбы. Противоположности изначально. И в самом начале еще науке логики Гегель говорит, для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. То есть противоположные стороны, весь смысл противоположности в том, как вы получаете противоречия, рассматривается сначала... Рассматривается тождество и различие, да? Тождество всегда... И доказывается тождество всегда тождество различного. Так? Если тождество, это тождество различное, значит, уже в тождество закладывается какое взаимодействие между сторонами? Какое? Одна сторона хочет поглотить другую, да? Или стремится к поглощению другой. Борьба. По содержанию и по сути дела. Это борьба. Так. Дальше. Значит, что такое различие? Различие – это различие тождественного. То есть, если это различие тождественного, значит, это единство противоположности. Если бы они были разведены, вот там одно, а это совсем другое, они в разных местах. А различие – это различие тождественного. Как могут находиться и быть между собой в одном единстве различные? Не только как противоположные, а противоположные находятся в состоянии… Ну, у вас именно слово нужно, по-моему, все, вся… Совершенно верно. Ну, по-моему, всем, кто читал науку логики, все так и понимают, что противоположности могут находиться в единстве, только борясь друг с другом. А вы как понимаете? А как еще можно понять вот эту вот идею? Мужчина и женщина противоположности, но они могут в состоянии мира находиться. Единство не могут противоположности находиться в состоянии мира, потому что противоположность, одна противоположность поглощает другую противоположность, а другая поглощает первую противоположность. Никак они не могут находиться в состоянии мира. Вы не найдете там ни на одной странице такого утверждения, что противоположности могут быть в состоянии мира. Мужчина и женщина могут быть в состоянии мира? Мужчина и женщина не противоположны, дорогой товарищ. Потому что они, потому что они, потому что это люди. Люди, мужчина и женщина. Люди, они не противоположны. Это разные люди. Но они биологические существа в том числе. Ну, вы их берете как биологические существа, как мышей, что ли? Биологические, да. Как мышей? Ну, это люди. Суть человека какая? В чем? В том, какой у него пол, или в том, что он общественное животное, что он общественный человек? Ну, как общественные люди, они тождественны. А вы начинаете напирать на то, что они противоположны. Они не противоположны. Они тождественны и различны при этом. Потому что то, где со вседаясь, предполагает какое-то различие. Но и тот, и другой, и мужчина, и женщина, и суть по своей сущности тождественны. Общественные. Сущность человека общественная. Ваша сущность в том, что вы задаете такие вопросы, или в том, что вы общественный человек? Уважаемый Михаил Васильевич, вы берете человека с точки зрения личности. Но человек не только личность, но он еще относитель биологических существа определенных. Я беру человека не с позиции личности, а с позиции того, что это общественное животное. А вы хотите его брать просто как животное, а не как общественное животное. А как добавление. Да, потому что различие между... у всех животных есть различие, а то, что вы считаете половым. Есть самки, есть самцы. И что, вы к этому хотите свести различие между... Ну, так как нет? А я верю, что к этому. Нет, не верю. К этому. Потому что человек присутствует, присутствует. И причем ячейкой общества единой является семья. Ну, вы все время как личность берете человека. Как же личное, когда я беру? Уноситель биологических каких-то качеств. Нет. Я беру его не как личное, а как общественное. Сущность, еще раз. Я вам про сущность, а вы какие-то категории берете? Не личное, а личность. Нет такой категории личность в науке логики. А категория сущности есть. В науке есть понятие личности. Мы с вами какую науку изучаем сейчас? Ну, Гегель не знал много вы ведь. Я думаю, вы еще больше не знаете, чем Гегель не знал. Михаил Васильевич, они же тождественные люди. Да. Они различные. Да. Мальчики, девочки. Но они различные люди. Люди. То есть они в этом различии тождественные. Вопрос. Теперь в тот момент. Это не является противоположным. Внимают семью еще одного человека или уже накрепали. Вот в этом, в их ребенке совместном, они являются противоположными? Нет. Они в этом, в этом ребенке себя и проявляют, как люди, как создатели иного человека. Вот философы другие, не Гегель, говорят, что вот родители в своих детях любят свою любовь. Так красиво. А вы как-то некрасиво все это клепают, что-то такое. Ну, по-европейски. Люди в своих детях любят свою любовь. Это же здорово. Клепатель. Да, 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 это все. Да, любят свою любовь. То есть в этом, это как раз в детях-то единство как раз и проявляется. Именно единство. Это не борьба. Потому что там есть что-то от папы, что-то от мамы. Какая борьба. Вот они вот благодаря ребенку уже родственники становятся их ровно родственные теперь. До этого они были так, хоть, семью по любви создавали. А теперь у них общий родственник. Дети. Один, второй, третий, четвертый. Сколько есть. Все это общий. Еще и внуки. Это страшное дело. Я тут беседовал со своей внучкой. Я говорю, вот тебе хорошо. У тебя папа, мама. У меня нет ни мамы, ни папы. Он говорит, а у тебя же бабушка есть. Какое непонятное. То есть, я думаю, что все-таки вот эту мысль о том, что человек есть общественный человек. И более, мы ее развернуто тут излагали. Что человек есть животное. А. Общественное. Б. Рудящееся. В. Говорящее. И Г. Разумное. И под все эти определения, под все эти перечисления подпадают и мужчины, и женщины. Пол на сию. А то различие, которое является биологическим, оно на самом деле, на самом деле, никоим образом этому не противостоит. Потому что одно дело, кто есть человек, а другое дело, как он воспроизводится. Воспроизводится он тоже общественным путем. Если у вас родился ребенок в семье, и он попал, как известно, к волкам, и пять лет прожил у волков, он уже никогда человеком не будет. То есть он с самого начала, с момента своего рождения, тем более рождение в основном происходит в роддомах. Хотя я вот родился не в роддоме, а в избе. Так что с самого начала, ну в этих избах, между прочим, люльки были подвешены к потолку и качались, сплетены. Так что с самого начала он попадает в такую среду, когда ему поют песни, когда, так сказать, занимаются и так далее. И он с самого начала ведет к его движению и развитию через преодоление границ, выход за свой предел. Поэтому, где вы тут нашли противоположность? Различие – это различие, но не всякое различие, в этом есть противоположность. А если это в противоположности, тогда идет борьба. Вы прекрасно знаете школу нашего покойного Бориса Герасимовича Анадьева. Он работал в Институте физиологии имени Павлова. И его все время интересовали не социальные, не личностные аспекты человека, как вы говорите. Хотя на самом деле человек состоит из двух начал, на мой взгляд. Это организм и это личность. Вы все время подчеркиваете личностную аспекту человека. Это новое в науке, два начала у человека. А Анадьева, можно ли говорить? Анадьев все время интересовала Анадьева именно организменное начало, биологическое начало человека. Почитайте его работы, перечитайте. А раз так, он, конечно, недооценивал социальную составляющую, личностную составляющую. Конечно, недооценивал, это бесспорно. Но согласитесь, что и свойства нервной системы, и другие характеристики человека, как биологического существа, имеют место больше. Значит, я должен вам сказать, что вопросы здесь, конечно, как я неоднократно говорил, могут задаваться любые. Но любые вопросы, которые имеют отношение к тому предмету, который мы здесь изучаем. Скажем, изучать здесь другие предметы, которыми занимался Анадьев, мы не изучали и изучать не будем. Вот раз это взаимосвязано, вы с этим и изучайте. А я вам буду отвечать на те вопросы, которые связаны с теми предметами, которые здесь преподаются. И, скажем, я доктор наук по философии и профессор по кафедре экономики и права. По крайней мере, по трем наукам. Я вам отвечать, я по математике, хотя я математику изучал, и имею красный диплом, и рекомендован был в аспирантуру, я вам на вопросы отвечать не буду, потому что я на уровне математики студент. Поэтому все должны понимать, что вопросы надо задавать такие, чтобы на них ответил тот человек, который этим вопросом занимается. А если вы занимаетесь самостоятельно другой темой и имеете литературу, вот там вы и найдете ответы на те вопросы, которые вы задаете. Совершенно ясно. Поэтому давайте будем у нас вот здесь, в нашем предмете, которым мы занимаемся, и очень сложным, очень много, так сказать, еще не изучено. Это видно невооруженным глазом, правда? Поэтому давайте мы не будем растекаться по древу и уходить от главного, основного, что мы изучаем. Мы должны изучить, и у нас времени остается не очень много. Вот скоро закончатся наши занятия, скажем, я лекции уже больше читать не буду в этом году учебном, и у нас будет только экзамен. Вот к чему надо сейчас нам готовиться. Но мы должны, так сказать, вот сейчас, если есть какие-то препятствия, связанные с непониманием того, о чем у нас идет речь, на занятиях здесь, вот нам надо их забирать. Какие еще есть вопросы по дороге? Еще существует? Да. Так, какие еще? Ну о чем мы будем говорить? Много ученых хороших и разных. Да, во мне, ну что тут хорошего? Тему говори. Да, красиво. Еще один вопрос можно? Я думаю, после других товарищей. Давайте сериями не будем, вот пройдут товарищи, потом еще. Так. В вопросах Михаила, что является рычагами властного управления при коммунизме, если нивелирована власть накопленного денежного капитала? Еще раз? Нет, я понял. Во-первых, что является властными рычагами? Слушайте, товарищи находятся в представлении о том, что есть некий механизм. И там есть рычаги властные. То есть с самого начала ищут механизма. Даже не организм, а вот организм более высокое понятие. Мы знаем, что организм, вот органическая целостность, это гораздо выше, чем просто механическая. А сознательное управление еще выше. Поэтому при социализме будет лунамерно управляемое хозяйство. Как Ленин говорил, что будет единая всемирная республика советов, управляемая пролитрятом всех стран. Вот когда он говорил. Он говорил это, так сказать, это относится не к полному коммунизму, это относится к некоторому будущему нашего мира. А при полном коммунизме будет государство или нет? Что еще за властные рычаги? Власть, когда говорят власть, то имеет в виду государственную власть. А государство-то не будет при полном коммунизме. Следовательно, на властных рычагах не приходится говорить. А вот говорить о кооперации коммунистической можно. Кооперация – это такая форма труда, писал Маркс. При которой много лиц плавомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. И всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ, обеспечивает не рычаги властные, а связь, обеспечивает индивидуальных работ. Вы одно, я другое. Вон третий, четвертый. Мы должны связь обеспечить. И выполняет функции, выполняющие издвижение всего производственного организма в целом. И всего общественного организма, можно сказать, в целом. И приводит пример Маркс. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижёре. И вы представляете, как управляет оркестром дирижёром? Это похоже на властные рычаги, когда он палочкой-палочкой просто показывает. Сейчас вам вступать, сейчас вот вам вступать, сейчас ваш вопрос. Это похоже на властные? Нет, конечно. Потому что все люди, они исходят из понимания целостности, но при понимании этого целостности понимают своё место в этой целостности, в этой кооперации. Ко-операция, в переводе на русский язык, с русского русского, ко – это со-операция. Совместная операция, совместное действие. Если действие совместное, значит, надо соответственно и подходить. И поэтому товарищу отсутствует представление о полномерности, и вместо него какие-то есть властные рычаги. Это вот то, о чём мы сегодня говорили. Это вот такой низший уровень понимания какого-то устройства общественного, когда понимают его как что-то механическое. Я уже говорил, что механизм с головой не бывает. Так, ещё вопрос. Да, Владимир Шмилёв. Доброго здравия, профессор Николай Васильевич, я вас всегда рады слушать. Ваше отношение к НОТ? К НОТ? Да я вот, ко мне вот неоднократно подходили товарищи, находили меня в университете, и такие вроде с виду интересные и хорошие. Поэтому как начинают говорить, вот у нас НОТ, я говорю, вы от чего, от кого хотите, национально-освободительное движение. Это какая нация у нас угнетённая, и какое вы национально-освободительное движение. НОТ. Это какая нация у нас угнетённая, и какая нация нас угнетает. Вы если хотите сказать, что уже американцы здесь у нас стоят, пока ещё много уже этих американцев. Вот они при Ельцине стояли на каждом нашем заводе военном. Об этом Владимир Владимирович Путин рассказывал в Сямене, в Китае прямо, что у нас в самых секретных цехах стояли столики, на них стояли флажки американские. За ними сидели американские специалисты. Я думаю, что специалисты были поизвестны, каким наукам там сидели. Вот в этом смысле освобождение какое-то определённое произошло. А если в другом отношении, во многом не произошло. Вы пойдите, например, в любое МФЦ. МФЦ. Какие там стоят компьютеры? Отечественные или Apple стоит? Apple где стоит? Это мы обеспечиваем, если речь идёт о том, чтобы освободиться от того, чтобы только иностранное всё было. Это хорошо, если бы это движение чем занималось. Но оно под нот, оно так туманно, оно как и не говорит. Что же от какой нации? Я вот сколько не встречался с ними, они не раз ко мне подходили. Никогда не могу узнать. От какой нации вы хотите освободиться? От русской? Какая нация? От какой? А вот азбеков, которые к нам приезжают и которые на два часа больше изучают русский язык, чем... Нет, киргизы на два часа больше, чем у себя изучают киргизский язык. Вы от них хотите освободиться? Ну, они же берут не самые такие сладкие работы, а посмотрите, самые чёрные работы. Ну, спасибо надо товарищам сказать за это. Поэтому от кого вы хотите освободиться? То есть я думаю, там собираются люди таки малограмотные. И в отношении общественных наук и понимания общества очень недалёкие и неглубокие. Поэтому их, поэтому как серьёзное, так сказать, такое образование я рассматривать не могу. И по-серьёзному к ним не отношусь. И, так сказать, даже и говорить с ними нет, как бы, общих категорий, на которых можно бы основываться. Ну, мы какие-то понятия знаем, а они этих понятий не знают. Хотя у нас есть ещё там такое, похоже, граждане СССР собираются. Дескать, СССР у нас есть. А раз он есть, то ничего, собственно, и не надо. Власть пусть остаётся какая есть. Рабочий класс организовать не надо. Просто надо съезды СССР делать и не платить себе квартиру. Вот и всё. И пусть, потому что эта квартира вот у нас. Хотелось бы узнать Ваше мнение о деятельности и роли Умалатова в рабочем движении. Кого? Умалатова. Значит, что я про СССР знаю? Я выступала против Горбачёва публично. Одно из первых. Я её так сильно зауважал. А потом однажды на большом митинге в Москве, который был прямо у здания московской мэрии. Вдруг выступил у Умалатова, и я лично слышал, как она выступала за частную собственность на землю. За установление частной собственности на землю. Поэтому я Умалатова из числа тех людей, о которых надо что-то говорить и что-то думать, вычеркнул. И стою на этом очень прочно. То же самое, скажем, какой есть хороший писатель Василий Белов. И он тоже вдруг тогда его понесло, он тоже выступил за частную собственность на землю. Можно сказать, писатель хороший. Ну, если бы, может быть так, что писатель хороший, а в политике совсем не разбирается. Ну, как это вот грустно. А был вот есть такой писатель Анатолий Иванов. Он и писатель хороший, и в художественной форме всю классовую борьбу, которая была, и разложение, в том числе, которое было у нас там, всё это описал. Причём высоко художественно. И фильмы поэтому были вечный зов, замечательный. И был он главным редактором журнала «Молдая гвардия», который, так сказать, вот в те времена, когда никаких ещё у нас не было коммунистических новых партий, и не было ещё фронта трудящихся, это был такой форпост коммунизма на территории СССР, который противостоял его уничтожению. Так что разные бывают, в том числе и писатели, более глубокие, такие, как Шолохов, такие, как Иванов. А бывают писатели, вот у них такое слово хорошее, такое хорошее слог, вот они, может, из деревни, они знают жизнь, быт, а пишут просто пальчики оближешь. Как только они начинают касаться каких-то социальных вопросов, то они там представляют собой как реакционеры. Это очень грустно. Но это неизбежно до какой-то степени. Следует ли заключить соглашение о взаимной выдаче преступников между РФ и США? Ну, это вопрос, понимаете, Дагид Гиппетитич, кому следует, и кто это будет решать? Потому что, поскольку не вы, которые задают этот вопрос, не я этот вопрос решить не могу, то это, так сказать, такой вопрос, который висит в воздухе. Потом, что считать преступниками? Они считают, что это вот наши люди там сидят преступниками, но они не преступники, а мы насчитаем наоборот. Поэтому вообще такие переговоры могут быть, они всегда бывают. Они не какой-то принцип представляют собой, а иногда просто стороны, которые в этом участвуют, идут на это и меняются. И не разбираются тогда, кто виноват, не виноват. Давайте мы в ваших, вы в наших. Так что иногда это выгодно той и другой стороне. А если какой-нибудь стороне не выгодно, ничего из этого не получится. То есть это, в общем, вопрос, я думаю, не столько теоретический, сколько практический. Вот вспомним обмен между, который состоялся между Украиной и Россией. Вот тут вот как раз был пример этого дела, очень хороший. Не стали тут говорить, кто больше и насколько виноват. Давайте мы возвращаем. У вас сидят, у нас сидят. Зачем? Вот так никто не сидит. Решили проблему. Хуже стало? Не хуже. Так что такие же действия можно и между Россией и Соединёнными Штатами делать при взаимном, так сказать, желании. Это очень трудно получить, взаимное желание, как вы понимаете. Как называется философское учение, согласно которому разум преобладает над эмоциями во всех поступках человека? Философия. Тут все же. Философия. Разум преобладает над всеми поступками человека. Конечно, философию изучают, исторический материализм. Как разум. Разум тому, что он преобладает. Если он не преобладает над поступками человека, то это не человек. Это животное с некоторыми, так сказать, проявлениями качеств человека. Какого вы считаете человека? Это существо разумное или нет? Закон и явление соотносятся как основание и основанное? Нет. Закон и явление не соотносятся как основание и основанное. Как основание и основанное относятся к категории сферы существования. Вот у нас одна категория существования. Когда мы переходим, и когда вы уже разобрали единство основания и основанное, видите эту внутреннюю связь между основанием и основанным. Что основанное, оно основано на основании. Основание есть основание для основанного. Тогда вот, когда эта связь уже раскрыта, тогда уже то, что называлось у вас основанием, теперь называется законом, а то, что называлось основанным, уже называется явление. А закон что такое? Это спокойное явление. Поэтому вы берете и говорите, а нельзя ли нам вернуться назад? Теперь от того, что мы уже завоевали, до чего мы уже дошли, а нельзя ли это просто рассматривать, что это то же самое, что было? Нельзя просто рассматривать, потому что вы игнорируете само движение вперед, логическое. Уважаемый Михаил Васильевич, выделялись понятия, извините за тавтологию, а наука оперирует к понятиями, которые она называет термины. Это тоже форма понятия, в общем-то. Кроме того, есть категории любой науки. Вот как соотносятся все-таки гегелевское понятие понятия, снова извините за тавтологию, и научное понятие, которое называется термином? Значит, то, что является отражением в общественном сознании мира, вот то, что является отражением в общественном сознании, называется понятием. А вот всякие частные моменты, то есть отдельные слова, это термин. Термин – это просто иностранное слово для понятия слова, термины. Категории – это узловые понятия. Нельзя считать, что все вот то, что написано вот здесь, это все категории. Категории тут мало. Вы все эти категории, вы видите по оглавлению. А слов здесь гораздо больше. Поэтому терминов здесь тоже очень много всяких используется. Особенно, когда это касается специальных наук, тогда слово термин очень подходящим. Он, так сказать, отгораживается от всеобщего употребления. Вот есть психологические термины и все. Вот есть термин психологии – интересы. Что такое интересы с точки зрения психологии, как термин психологии? Интересы – это концентрированная направленность внимания на удовлетворении определенных объективно обусловленных потребностей человека. То есть концентрированная направленность внимания, то, что меня привлекло. Вот он меня заинтересовал. Чем он меня заинтересовал? Что у него что-то черное? Что-то он скрывает от нас, эти черные свои, черные папки. Так? А в экономике другое понимание экономичного интереса. Интерес – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им объективно выгодно. Совсем другое. Это объективная характеристика, а там это субъективный взгляд. Интерес. Вдруг я потерял интерес к классу и борьбе. Все. Ну, потерял интерес и ушел из какой-то политической организации. Может такое быть? Может такое быть. То есть это совершенно разные понятия. То есть более мелкие, обозначение для более мелких и менее важных понятий. Потому что когда мы говорим о понятии, мы имеем вообще в виду, вот судя по тому, что здесь написано, о том, что раскрывается как единство всеобщего, особенного единичного. Как вот скажем, вот все такое понятие яблоко. Не бывает яблока, аж просто яблоко вообще. Яблоко всегда – это вот какого-то сорта яблоко. Хотя сейчас вот нас прививают в магазинах понятие такое. Это красные яблоки, это желтые яблоки, это зеленые яблоки. Никаких сортов нет, ни малиновки, ни антоновки, ничего. Это вот красные, желтые, зеленые. Вот груши. Вот сейчас лежит Вильямс пятерки. Написано, груши желтые. Ну, это и так все видят, что желтые. Что вы пишете? Знаете, поэтому, когда речь идет о понятиях, там всегда различается, что это единство всеобщего обязательно. То есть столы бывают самые разные. Есть понятие стола, потому что есть понятие всеобщие. Есть столы обеденные, это уже особенные. А есть конкретный стол, за которым мы сидим. Вот этот, это единичное. Но он же и стол для занятий, а не стол для обедов. И он же стол вообще. Вот когда мы берем его как единство, когда мы берем отражение мира как единство всеобщего, особенно в единичном, тогда мы имеем дело с понятием. Обязательно. Вот. Это характеристика понятия как такового. Так, еще вопросы? Есть ли определение массы в философии? Массы? Да. Я не встречал. А зачем массы и определение в философии? Она же есть в физике. Философия, она же не существует над науками. Она наоборот, она, так сказать, некая связующая всех наук. Потому что она картину мира дает. А картину мира в ее физической части, в физике, в химической части, в химии. Вот. Вот в общественных науках развивается то, что нет, например, собственно, философии, а есть в политэкономии. Вот Маркс продвинул философию, если он написал «Капитал», продвинул в какой части? В той части, что он показал, какую роль для истории играет экономика. Раз это и появилось новое направление философии, исторический материализм. Он противостоит диалектическому материализму? Нет. Диалектический материализм, примененный к истории, есть исторический материализм. Но, скажем, вот Ленин писал свою книгу «Материализм и перекрытие с изом» не вместо физических каких-то книг, которые на эту тему написали, а в связи с тем, что в связи с новыми открытиями в области физики появилась целая категория людей, которые занимаются не тем, чтобы они продвигали это именно физическое изобретение, а дают ему философскую трактовку, не будучи грамотными философами. Поэтому появилось просто много путанников, которые империуманисты, империосимволисты, империокритики, вот их всех там последовательно разбирают. В первой части этой книги говорится о том, какое деление имеется в философии на идеалистов, в том числе идеалистов, объективных и субъективных, и материалистов. А потом показано, что вся книга в дальнейшем состоит в том, что он показывает, что те, кто претендует на новизну, здесь они выступают как материалисты, а здесь они выступают как идеалисты. Здесь они как объективные, здесь как субъективные. Поэтому у них каша в головах. Поэтому Ленин в этой книге выстрел sins против философской каши. Потому что если философская каша, это мировоззренческая каша. Если вы мировоззренческая каша, значит вы не можете людям помочь выбраться из того положения, которое есть, потому что для того, чтобы выбраться, нужно, чтобы массы действовали едино. А это для этого лет 100 подорва. Потому что если идея владевает массами, как писал Маркс, она становится материальной силой. А если у нас не идея, а просто самые разные представления и мнения, как мы сегодня уже обсуждали с вами, у вас много разных мнений. Я вот говорил, что у меня мнение, что до Луны 5 километров. Я остаюсь. При всех данных науки мнение у меня не меняется. 5 километров. Вот собираюсь пойти. И все как-то не до сока. Вот сейчас уже тоже поздно уже идти. А вот у Горбачева было новое мышление. Мышление у него было. Мышление, да. Но ты еще будешь чем-то делать. Новый Гегель, новое мышление у него. Причем был такой у него руководитель аппарата, Болдин, издал интересную книжку рядом с Горбачевым. Вот смысл такой. И он раз там написал, что я не видел ни одного. Он все заказывал, в том числе, все статьи, заметки, выступления Горбачева, которые готовили ему и писали там, так называемые спич-райтеры. Спич – это речь, а райтеры – пишущие. Пишущие речи. Так вот, я не видел ни одной страницы, написанной рукой Горбачева. И он написал, видите, человек, который не написал ни одной научной статьи, вдруг книгу написал за лето. Новое мышление. Новое мышление. Для нашей страны, для всего мира. То есть есть диалектическое мышление, есть метафизическое, есть новое. И это люди всерьез это воспринимали. То есть, сколько доверчивый народ, и как легко его обманывать. Просто удивительно. Поразительно. Но кого легко обманывать? Кто, вот в области, по крайней мере, философской, вот мы многого не поймем, не во всем разберемся, но не до такой степени, чтобы нас так легко можно было обманывать. Правильно? Потому что мы же понимаем, какие-то узловые вещи мы здесь усваиваем. Причем ключевые вещи мы усваиваем. Так, еще. Николай Васильевич, уважаемый, продуктом основания является основанное по беде, правильно? Это не продукт, это не производство. Ну, ну, символически говорю, аллегорически говорю. А зачем вы аллегорически говорите? А тут же не аллегория, а тут... Следствием. И следствием неправильно. Это не следствие. Ну, ну, нет. Это их соотношение, и все. Михаил Васильевич, хорошо, хорошо. Основанное. Вот, это категория крайне абстрактная. Почему крайне? А где край? Не знаю этого края. Сейчас, секунду, можно я этот вопрос задам? Задавайте. Ее в науке не применишь основанное. И уже давно применили. Даже науке не папа-мама как основание, а основанное – это ребенок, например. Вот это более понятно. А третья категория вы не заметили в этом месте? Третья категория – основа. Не заметили? А что она дает? А вот вместе они основу составляют. Общество. Так вот, основанное. Что это такое? Основанное. Как вот? Вот я удивляюсь. Вот вы вроде столько уже занимаетесь. Вот вы изучали и базис, и надстройку. Наверняка были занятия по-другим. Это что такое? Вот базис – это основание. Надстройка – это основанное. И вы после этого говорите, что в науке, минутку, минутку, минутку. Это в марксистской науке, в науке Марксом и Энгельсом и Ленином разработанной. Это ключевые понятия, базис, экономический базис и политическая настройка, которые соотносятся как основание основанных. Поэтому, кто говорит после этого, что в науке они не употребляются, но это говорит либо о том, что вы никакого отношения к этой науке не имеете, в чему я не верю. Абстракция большая, высокой, средней. Это разговоры на степу, большая или небольшая абстракция – это странные разговоры. Абстракция не бывает большой или небольшой. Абстракция – это означает отрицание, освобождение, отвлечение от некоторых моментов. Это совершенно необходимо в науке. И каждая категория, каждая категория, самая большая абстракция – это бытие, чистое. На что вы привязались, извините, к основанию, прицепились? Вы бы уж тогда нападали на бытие. Вот оно действительно, абстракция от всего. Абстракция, вам кажется, что она отвлекается? На самом деле, если я от вас отталкиваюсь, я считаю… Если я вот сейчас с вами спорю, я к вам притягиваюсь или от вас отталкиваюсь? Если я с вами спорю? Нет, если я с вами спорю, я, значит, не с ним спорю. Не с ним, не с ним и не с ним. То есть, это на самое тесное с вами единство, раз мы с вами спорим. А? Скоро-то уже отталкиваюсь. Вот от всякой отталкивания – это прикосновение. Продемонстрировать? Ха-ха-ха. Так, это неправильно. Сколько вам отталкиваешь? Виктор Юрьевич, перезвоню. Тут лекция у меня уже заканчивается в университете. Ага. А нужно, пожалуйста? Да, пожалуйста. А почему вы считаете, что основание и основание – это абстракция? Нет, мы давайте не будем опросы друг другу. А можно тогда вопрос? Пожалуйста. Надо воспринимать, допустим, как иллюстрацию. Есть пудамид, есть этажи построенные. Да. В пудамиде в сумме основа получается дома. Да. Ну и что там абстрактное? Как вы перевели на конкретный язык? А зачем дебилю говорить про кирпичи? Значит, слово абстрактное, хоть вы употребляете как что-то негативное. Слово абстрактное надо употреблять как что-то негативное. Вся наука состоит в том, чтобы абстрагироваться от того, что для решения вопроса не имеет решающего значения. Вот разные степени и уровни абстракции. Еще раз повторяю, самая абстрактная категория является чистое бытие. От чего это абстракция? От всего. И раз она абстракция от всего, она и самая богатая категория. Почему? Потому что она отрицаниями связана со всем. Вот если я, скажем, спорю сейчас с вами, то я с вами связан. А если я со всеми буду по очереди спорить, то у нас эта связь станет многообразной. Еще большая будет связь. Или если я пойду отталкиваться от Марата, оттолкнусь от вас, оттолкнусь от вас и так далее, это я к каждому должен подойти и к каждому присоединиться. Но поскольку меня тут привязали, вот на электрический стул посадили, то я это делать не буду. Но надо понять, что именно вот как раз то, что кажется вам негативным, на самом деле, имеет и позитивную природу. Раз отталкивается, значит притягивается. Еще есть вопросы? Как отличить животное от растения? Вы коснулись этого вопроса? Да. Значит, это легко отличить. Единственное, у нас проблема бывает с грибами. Значит, определение надо взять. Вы определение животного и растения знаете? Животное вы знаете, наверное, определение. Давайте определение растения попробуйте дать. Животное существо, лишенное нервной системы. Ну вот, если у меня что-то заберут, тогда я буду вот какое-то, что за определение? Лишенное. Кто-то лишил чего-то. Вы что-то хорошее скажите про то, что собираетесь определить, а вы говорите, у каждого чего-то нет. Сейчас вот буду рассказывать. У вас этого нет, у вас того нет, у вас того нет. И все уйдут как оплеванные. Это разве дело? Значит, растения, наоборот, в известном смысле выше, чем мы с вами, потому что ни вы, ни я, ни все мы вместе, мы не можем создавать белки из неорганических веществ, ни с помощью солнца, ни с помощью того, что мы пьем воду, или даже минеральную можем купить и пить много-много минеральной воды, и лежать на солнце, и никак мы не выработаем белок, нисколько. Поэтому, с чем отличаются животные от других организмов? Животные перерабатывают уже созданный растениями белок. А растения обладают таким свойством, что в хлорофиловых зернах, под воздействием солнечного света, и с помощью минеральных веществ, которые они получают с водой, они вырабатывают белки. Но есть вот такие растения, которые не обладают свойством вырабатывать белки. Пограничные грибы. Сколько бы там света не было, это грибам абсолютно безразлично. Поэтому шампиньоны, если вы знаете, выращивают в каких-нибудь тоннелях, туда положат опилки, мицелий, и потом раз, охладят, и сразу выскакивают грибы. Их собирают и продают. Быстро и хорошо. И шляпка есть, и ножка есть. Только сознания нет. А так почти как люди. Особенно подосинники такие красавцы. Красота. Но это что такое? Это граница. Потому что он, с одной стороны, по составу белок очень близкий к мясу. Но гриб не может воспроизводить, создавать белки. А к животным тоже его как-то относить не хочется. Он не может передвигаться, стоит на одной ноге, неподвижен, как растение. Он похож на дерево, только маленькое. И шляпка у него. Вот поэтому это можно отнести к границе между животным и растением. Или есть еще такие мастера. Вот у нас есть. Если вы пойдете в ботанический сад, то там вы увидите хищные растения. И ни одно. В том числе такие прямо кувшины. Туда мухи залетают. Вот эти там, как вот крыс, про которых у вас. Можно сказать, что так ракета таким свойством обладает. А тут растения. Они потом так закрываются. И эти там, потом открываются. И уже нет этих, которые были. Растения питаются не только как растения. То есть из воздуха берет кислород, минеральные вещества берет, воду. А еще и поглощает этих самых животных. Но если вы пойдете просто в Ленинградской области, по болотам пойдете, где растет богульник и черника, или голубика вернее, где голубика, вы найдете вот такие маленькие ладошки, вот такого размера, на которых как бы капелька росы. На эту капельку садится комарик. И эта вот ладошка начинает так раз-раз-раз-раз, закрывает этого комарика. Потом через некоторое время открывается, а комарика уже и нет. А уже его поглотило. Это россянка называется это растение. Причем оно очень много его. Много очень. Это вот кого-то там или где-то находит, показывает там экзотику. А у нас это экзотики завались. в Ленинградской области. Так, еще какой вопрос? Есть вопрос. У Карла Маркса есть труд, фрагмент о машинах. Вот вы могли бы по этому труду что-то... Это не вопрос. Это вы хотите, чтобы я вместо Маркса вам... Маркс написал этот фрагмент, читайте. А вопрос в чем? Нет, а вы об этом труде что-то можете сказать свое мнение? Могу, что он есть. Какой вопрос, такой ответ. По сути там... Ну вы должны что-то сказать, вот что машина. Вот, наверное, вы... Как вы думаете, если... Зачем Маркс написал? Вы отличаете машину и инструмент? Пронт, это дело в том, что его предсказание, скажем так, о будущем и конъюнктура, которая сейчас сложилась, она очень напоминает то, что... Прямо он именно... Почему вы говорите о конъюнктуре? Слово конъюнктура никак не может напоминать, потому что конъюнктура – это то, что относится к рынку. А там говорится о машинах, это не к рынку относится. Что такое... А вы как считаете, что такое машина? Вы знаете, что такое машина? Автоматическое средство предвоза, скажем так. Почему это автоматическое? Совсем не обязательно. Ничего подобного. А что, вот он, токарный станок – это автоматическая машина? Потому что как раз эти статемы... Нет, а что такое машина? Что там основная мысль... Нет, нет, вы как считаете, что такое машина? Ну, тот же самый механизм, который выполняет определенные функции. Ну, я не знаю, вот вы сверло будете называть машиной, что ли? Сверло. Если вы самостоятельно по заданной программе или же управлением к человеку? Ну, вот есть... Какой принцип вообще в науке выдерживается? И движение от простого к сложному. Поэтому, если вы хотите понять, что такое машина, надо сначала определить, а что и какое понятие предшествует этому и является более простым. Что более простое является? Вы хотите со сложного начать или с простого? Что проще, чем машина? Понимаете, что я хочу, действительно, именно те аспекты, которые... Нет, то, что вы хотите – это одно дело. Но вы, если хотите, это их решить научно или вы хотите просто так? Ну, значит, вот... Ну, это уже какой прыжок. Что такое информация? Это элементарно, я вам скажу. Это упорядоченность. Все. Какая-нибудь упорядоченность. Если у вас беспорядки цифры идут, это не информация, это шум. А если у вас какой-то порядок есть? Один, потом семнадцать, потом два, потом двадцать пять, потом три, потом сорок шесть, потом четыре, и опять неизвестно, что угодно. А потом через каждое число идет вот натуральный ряд. Если какая-то упорядоченность есть, это информация. Поэтому вы можете бесконечно слушать информацию и никогда не станете умным. Потому что информация и знания – это совершенно разные вещи. Информация – это любая упорядоченность. Это то, что не подпадает под понятие случайных чисел. Если просто случайные числа идут, это не информация. Это шум. А вот если у вас есть упорядоченность, тогда это информация. Больше ничего. Это самое простое. Поэтому особенно кричать про эту информацию довольно глупо, потому что информации очень много, а знаний очень мало. Вот информация у нас, вот это завалить. А вот с сознанием у нас беда. А вот машина, а вот машина – это у вас информационное общество, а у нас капиталистическое. Машина определяется через инструмент. Если вы инструмент знаете, то вот когда вы берете совокупность инструментов, представляющихся более сложное образование, которое может выполнять не одну операцию как отдельный инструмент, а несколько операций способно, и представляет собой симбиоз единства нескольких инструментов, тогда это уже машина. Точно так же, как одно дело, когда есть простая кооперация, когда рядом сидят и делают каждую табуретку. А мануфактура – это что значит? Это разделение труда. Я делаю ножки, вы делаете крышки, вы их красите, вы их прибиваете и так далее. Тогда это уже сложная форма организации труда, тогда это уже мануфактура, а не просто кооперация. Так, непростая кооперация. Поэтому машины, если вы хотите понять машины, надо знать, что такое инструменты, и вот симбиоз инструментов дает машину. И все, все тут такое. Маркс, поскольку писал о фабрике, надо понимать, что у него вот эти все мысли, и понять, почему он на эту тему взял, потому что если он пишет про современное капиталистическое производство, это какое производство? Машинное. Раз машинное, ну какое-то понимание машины надо дать. Вот он об этом писал. Он писал о далеком будущем? Когда будут автоматизировать? Он писал в далеком прошлом. А мы с вами находимся в очень далеком от Маркса будущем. И еще мы находимся в таком будущем, в котором вот машины есть, а автоматических машин очень мало. Только разговор идет. Хорошо, я от Себёна задам тогда вопрос. Ну задайте. Это от кого задавали? Это от Маркса. Он от Маркса. От Маркса. От объяснений вопроса, как в первой статье, когда Маркса. Марксу хотелось бы ответить, в ответ получить, но он просил его. Да. Можете объяснить данный текущий... Ну, мы живем в 21 веке, да, информационный, называют многие его, да? Со школы, помню, у нас учили, да, по марксизму. Основное отличие, ну, в артистской идеологии, то средства производства не должны принадлежать, ну, частный сок, кстати, не должны. Ну, как это у вас такое, отрицательное такое высказывание? Не должны. Принадлежать, но не должны. Нет, ну, как же, средства производства не принадлежат, ну, должны принадлежать всему народу, да? Такого не знаю я про счет всего народа, никогда не читал ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина. Ни в одной книжке, ни в одном месте. Вот я 55 томов Ленина прочитал, ни разу не нашел такого, что вы сказали, ни разу. Это вы, это ваше открытие, вы так ее за ним и стойте. Где вы такое взяли-то? Вы такое, что народ не знаете, ведь сейчас спрошу вас, что такое народ? Народ, что такое? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Нет, это... Ну, а как мы? Понять это выразить в понятиях. Если вы взяли вот какое-то понятие, которое к этому не имеет отношения, ясно, что нельзя это понять. Нет такого, не найдете вы. Как же так, вот вы спрашиваете про Маркса, про Энгельса, там нет такого, чтобы он приезжал на роду. Это у Хрущева было. А Хрущев это не Маркс, Энгельс. Вы учебник позднего хрущевского периода. Про общенародное государство, про общенародную собственность. Что такое общенародное? У нас была общенародная собственность? Нет, конечно. Нет. У нас была государственная собственность, и кооперативно-колхозная. А это какие собственности? Их две у нас было собственности или одна? Если у нас было две собственности, значит, у нас не было социализма. Правильно? Значит, все-таки у нас какая-то одна была собственность. А это две собственности или две формы одной собственности? Что тут вот в городе вот так подчиняют, а тут вот так подчиняют. Чему подчиняют производство? А как вы собственность понимаете? Что, в карман положишь? Ну, завод в карман же не положишь. И колхоз не положишь, другой карман. Собственность, что такое? Как до конца не задать вопрос? Вы должны понимать, что вы живете в таком обществе, где идет острейшая классовая борьба. И вы должны предполагать, что если вы хотите задать вопрос, надо четко, ясно, громко задавать, и сопротивляться тому, когда вам мешает. Это нормально, что мы с вами тренируемся? У нас же сейчас не лекция. Вы говорите, я говорю. Вы думаете, вы на меня будете наступать, а я буду сдаваться? Нет. Так и вы не сдавайтесь. А что вы сразу? Я на вас нажал и говорю, вот, вы на меня наступаете, и вы меня бьете. Ну, а что? Это значит, вы показываете свою слабость, а вы должны показывать свою силу. Вопрос не дается. Может ли это приближать продукт компании, производящей софт, программу, например, государству? Значит, это, во-первых, не вещь. Поэтому это никакого отношения к производству не имеет. Это во-первых. Во-вторых, собственности на идею вообще нет. Потому что собственность, по определению, это отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. А софт, то есть программное обеспечение, не является объективным условием производства, является субъективным условием производства. Поэтому не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Поэтому вдохновение не продается. Вот разработчики, они талантливые люди, они разработали программу и так далее. Но эту программу можно вместо того, чтобы сделать для всех доступной и всем двинуться быстрее вперед, значит, затормозить все это движение. И, так сказать, пусть они тоже. Вот вы придумаете свою программу, а я буду пока торговать. Своим сырьем. И я тормозился, потому что я уже могу продавать это и больше не работать. И получать за это дело. Поэтому, если бы это касалось вещей, если я вам эти часы продал, то у меня их нет. Или отдал. А если я вам идею отдал, то она у меня осталась. Поэтому софт, это не то, что пропадает у тех, кто его передает или отдает. Поэтому он никак не может быть товаром. Но принимает форму товара в капиталистическом обществе. Почему? Потому что, если тут честь и совесть продаются, то софт, то же само собой продают. А вы знания свои продаете? Нет. Я их покупаю через книги. Покупаю книги и получаю. Как можно идею прихватизировать? Очень просто, через форму. Идея, она всегда как-нибудь изложена. Вот, например, мы издали науку логики. У нас здесь нет буквы С. Знаете, что это означает буквы С? Что без нашего ведения, без нашего согласия, без согласия главного редактора, допустим. Ну, уж про Гегеля-то нельзя спрашивать, согласия уже. Вот. А тут нет буквы С. То есть, вы хотите пересдать? Пересдавайте. Вы хотите? Пересдавайте. А нам дадут? А вы принесите и раздавайте. Запрещено, что ли, раздавать здесь науку логики? Один товарищ в Москве взял и, так сказать, заказал в том же самом издательстве такие же книжки. Я смотрю, мне прислали из Москвы целый ящик. Я думаю, что такое, науку логики мне прислали. Уже вроде бы получали мы. А это товарищ, он сделал себе и, ну, слал мне на всякий случай, чтобы я ее потом кому-то отдал. Вот и все. Так что это вот, вот это чуть ли не вытравили в современном обществе. А что сделал Лев Толстой? Он же знал, что вот родственники его потом будут ходить и продавать вот право на издание его книг. Поэтому его книги читают во всем мире очень много. Не только потому, что он великий писатель, а еще и потому, что он не закрыл этими самыми обязательствами и формами, которые используются, возможность для переиздания. Я вам разрешаю вот то, что я вот сейчас сказал, передавать всем остальным бесплатно ответы на вопросы. А вот они уже пошли. Ну, наверное, заканчивать будем. Вот заметка свежеправленная коллективная Санбаева о нарушении порядка приема предложений по коррекции, так называемой, Конституции 1993 года. То есть по статье 134 ее предложение могут вносить поправки, значит, пересмотр положения Конституции, могут вносить президент, Совет Федерации, Госдума, правительство, законодательные органы на субъектах Российской Федерации и группы депутатов, Совет Федерации, Дума, в составе не менее одной пятой. А тут принимают поправки от отдельных депутатов, от депутата Кришенинникова, сенатора Кришеса, то есть нарушают... Чего они нарушают? Ну, чего нарушают? Чего нарушают? Как считающиеся действующие Конституции. Ну, Степан Степанович, вы же... Да, Степан Степанович, вы же очень правильно сформулились, которая считается действующей. За эту Конституцию, которую сейчас хотят поправить поправками, никто не голосовал, ни один человек. Вот я был членом Конституционного совещания, сидел вот в этом самом мраморном зале и видел этот весь концерт. Когда было пять проектов, я пришел с проектом Слободкина и участвовал в Совет Работчик Ленинграда, там за Советскую Конституцию был. Есть проект Советской Конституции и раздавал. Которую... Но после этого, как вы знаете, был расстрел Белого дома и из танковых орудий выстрелили вот это то, что называется Конституцией. Потому что вопрос, который был поставлен на голосование, был такой. Вы признаете Конституцию Российской Федерации? Вот стреляли сейчас только что по Белому дому. Признаете? Признаете. Вопрос-то не может так ставиться. Он никакого отношения к проектам не имеет. Потому что Конституция это действующее. У нас была Конституция РСФСР. Она к этому времени вся уже буржуазная была, перелатана. Ее все время меняли. И менять ее мог тогда Верховный Совет. Он ее и менял. Надо что-нибудь сделать. Как сейчас вот трудовой кодекс меняют? Раз, он ее поменял. Поэтому Конституция была. Человек не может другой ответ дать. Ну как вот вы не признаете Конституцией? Вы отсюда не уйдете. Вызовите, пожалуйста, товарищей. И все. Поэтому за него, следовательно, никто не голосовал. Я об этом говорил и написано. Дважды издано в разных, так сказать, изданиях. То есть никто с этим особенно и не спорит. И публично я с этим выступал. В объединении штопора. В интернете это висит. Все это рассказывал. Поэтому не надо вот такого значения придавать этим поправкам. Поправки к той Конституции, в которой никто голосовал. Это, так сказать, есть правящий класс. Он представляет собой господствующую силу. Он считает, как-то ему нужно в этом кресле лучше усесться. Он делает соответствующие поправки. Что-то в них есть положительное. Например, то, что у нас мы должны спрашивать иностранного дядю для того, чтобы что-то принять какое-то решение в России. Это, конечно, ни в какие вообще ворота не лезет. И это вот положительно. Что касается всяких содержательных поправок. Вот мы тоже. Вы там говорите, Степан Степанович, про один человек поставительный. Ну, это всенародные у нас обсуждения. Всенародные. Мы вот с Казеновым, профессором, вам известным, отправили предложение от фонда рабочей академии, которое является общественным объединением, которое, между прочим, ведет этот самый университет совместно с ЛЕНРУ. Два учредителя у Красного университета. Вот мы отправили свои поправки. Поправки у нас такие, можно сказать, чуть-чуть и хидные. А имя говорит, вы хотите создавать государственный совет? Ну, мы прекрасно понимаем, что никто тут секрестно не собирается менять форму государства. У нас, что касается проекта Конституции Советской, он опубликован, сказен. И есть книга, которая, так сказать, доступна. У меня, так сказать, даже если кто-то хочет ее приобрести, купить, нет проблемы. В этой книге напечатан этот проект целиком. Ну, там, разумеется, никаких там не Совета Федерации там нету, и нету там никакой Думы. А там есть советы городских, и городские, и областные, и съезд советов двуступенчатый. И там есть отзыв, что можно не только избирать, но и отзывать. И нельзя со второго уровня, как это было в 1927 году, кого-то направить наверх, чтобы невозможно было отозвать. Это вот поправочка, которая там была убрана. То есть это все есть. А мы такое написали, эхидную поправку, что вот, раз вы создаете Государственный Совет, вот от чиновников, у вас есть Совет Федерации представленный? Давайте еще от трудящихся, от трудовых коллективов, от предприятий, от экономических единиц, сделаем палату трудовых коллективов. И получится двухпалатный орган. И получится двухпалатный орган вот этот. Тогда он будет как-то, а сейчас что-то третья палата, как-то не смотрится. И надо сказать, что товарищи сразу, во-первых, прислали буквально через два дня, что все получено, будет рассмотрено. А потом прислали из Совета Федерации, что комитет по законодательству внимательно ознакомился с нашими предложениями. Они очень интересны, заслуживают внимания. Мы будем еще обсуждать, рассматривать. Я думаю, иллюзий не стоит. После этого рассмотрения они все утонут, естественно. Но, как бы, так вот просто их отбросить нельзя, потому что видно, что вы создаете какой-то совет, и опять только еще одна группа чиновников садится. А те, кто занимается, допустим, хоть капиталисты, которые будут сидеть и решать, хоть какое-то отношение к экономике будут иметь. Нет, нет. Только через лоббистов они, которые ходят там и пробираются в органы власти для того, чтобы решить свои какие-то интересы. Так что принимаются любые поправки, только не любые берутся. Не любые используются. Вот и все. Ну, наверное, вы понимаете, что те люди, которые затевают это дело, то кто затевает, задевает буржуазный класс. Он сделает такие поправки, которые нужны ему для удобства и руководства. Всем, всем обществам. Потому что общество у нас буржуазное. Какие еще? Поэтому это, в общем, не наш вопрос. Нам ведь нужно думать о том, как советскую власть создать. Правильно я понимаю? В Красном университете. Ну, что вы тут? Ну, написать вы можете. Это, так сказать, ну, форма пропаганды. Вот я, например, об этом сейчас говорю, что мы посылали, чтобы не думали, что у нас на эту тему нет никакой позиции. Есть у нас позиция. Но это позиция частичная. То, что полная позиция. У нас в книге с Казеном написаны советы, как форма государственной власти. Она опубликована. У нее есть СБН. Пожалуйста, берите, читайте. И весь вопрос. И нету там. И каждый может ее перепечатывать. Никому не запрещено. И это не идет в развес нынешней Конституции? Почему это не идет? Что, вам запрещено было с Казеном? Нет, не запрещено. Просто Конституция это вообще не принималась. Поэтому как тут? Что значит? Конституция идет в разрез всем, что за нее никто не голосовал. Конституция идет в разрез всем, что за нее никто не голосовал. Поэтому тут нельзя пережимать. Так, на этом мы, товарищи, заканчиваем. Так сказать, несмотря на то, что есть желающие продолжить до бесконечности это наше обсудение. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо.